Все хозяйствующие субъекты стремятся стать монополистами. Это не секрет, а мечта поэта, то есть магната. И так было всегда. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области на них было рассмотрено три дела о нарушении антимонопольного законодательства со стороны муниципального предприятия Рязанские городские распределительные электросети. Те действия, которые, как мы полагаем, нам удалось пресечь, могли бы серьезным образом повлиять на каждого жителя нашего города. Операторы интернета, они используют столбы линий электропередач для размещения своих оптоволоконных линий, линий связи. И в апреле текущего года муниципальное предприятие электросети, на наш взгляд необоснованно, приняло решение о повышении платы за размещение этих самых оптоволоконных сетей. И цену оно предлагало повысить в среднем порядка 400 процентов, на 400 процентов. Необоснованное повышение аренды аж четыре раза обязательно стало бы поводом для повышения цен на интернет. После обращения сразу трех крупных провайдеров в антимонопольную службу, хозяин Вышек тут же добровольно согласился рассмотреть свою ценовую политику. Со временем сошлись на прежних цифрах. Мы полагаем, что это сделано под нашим давлением, естественно, когда государство вмешалось в эту ситуацию. Поэтому мы, несмотря на то, что прекратили производство по этим делам, мы полагаем, что это успех антимонопольных органов региональных, связанный с проведением государственной политики в области конкуренции. Но нет у монополистов конкуренции. Вот и заламывают цены под потолок. Хорошо, хоть у права пока находится. Только вот антимонопольная служба не берет цен. Законодатель установил жесткие рамки для работы управления. Однако то и дело антимонопольщикам приходится разбираться с проблемами завышенных цен и фактами сговоров. А все потому, что монополистам делягам, как говорится, деньги глаза застят.